здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях можно так сказать и участники и те люди ради которых это все делалось и которые помогали в этом процессе и главная победительница номинации учитель года муниципального конкурса педагог года приветствуйте студии учитель истории и общества знания кадетской школы городского круга люберцы слава юрьевна панфилова и мы увидим представителей класса сначала у нас арина арсентьева учащийся кадетской школы чаще 10 класса правильно форме как положено и во второй части к нам присоединится еще алина сатрян тоже который является это ваш класс который вы руководителя кстати что такое что входит в руководство классом сегодня это перезванивание переживания это огромная работа и переживание это и перезванивание это и разбудить на первый урок бывает такой и родители и детей разбудить конечно помощь по учебе чтобы все у них проходил хорошо учебный процесс разговоры с учителями если ученик от отстает до него что-то не получается ангел-хранитель да наверное не знаю спрашивать но мы сейчас конечно же спросим но я так понимаю что вот ну не зря же становятся победителями в таком конкурсе тем более вы выходите теперь на областной уровень то есть работать надо продолжать до верно а как все началось вас заставили сказали что вот ваша классная будет идти на номинацию учитель года всем помогать или это от души было скажите честно если честно мы это узнали еще давно и узнали можно сказать спонтанно но мы сразу верили в нашу слон юрьевну не было ни одного человека который сказал я сделаю так что она не станет наоборот наоборот все пытались помочь поддержать как могли а сколько вас человек учатся сегодня в классе в нашем классе порядка 21 человек ну такую это норма хорошие можно работать с каждым окалу больше мальчиков или девочек у нас сейчас поровну до кадетская школа до нас окончила думал что мальчика важно но вот в девятом классе когда их пускалась за до класса нас было всего до 6 девочек и получается 15 мальчиков десятом классе мы сравнялись понятно еще такой вопрос мы конечно сейчас поговорим о конкурсе это важно потому что я вижу как горят глаза усланы юрьевны которые прячутся конечно же небольшое переживание по поводу нашего на прямого эфира но арина скажите все-таки кадетская школа родители заставили у вас наверное есть военнослужащие в семье или как моя мама работает федеральным судьей как-то так сразу больше вопросов папа тоже занят в общественных организациях и его деваться было легко они меня нет они меня не заставляли скорее дали мотивацию объяснили все минусы и плюсы и я для себя приняла решение что да я хочу я смогу то есть вы в дальнейшем тоже будете работать вот это в юридическом направлении как я пока не уверена возможно как форма вам идет это видимо фамилина да какой может быть спасибо станет на такой вопрос история общества знания да ну как там русский язык литература наше всего там математика физика на крайний случай ну такие предметы без которых никуда не денешься от них до скрыться очень тяжело оценки все равно по ним нужны конечно же история и общество знания сегодня это тоже немаловажно но когда я был вот таким небольшим еще но это все-таки был не основной предмет как вам удается и удалось сделать и сказать что ребята подвиньтесь теперь главная история общества ну наверное во первых путем завлечения детей в учебный процесс на историю же любовь к предмету то есть вам это нравится обязать вас никто не заставил искал нет меня я краски да тоже так сказать из династии учителей у меня и русский язык литературу учителя родственники начальные классы то есть для все было очень удивительно что я стал учителем истории общества знания вот потому что все прекрасно понимают объем информации знаний которые нужно передавать постоянно новым поколением это ну как бы тяжело было мы понимаем что поколение истории общества знаниям но не всегда так интересуются широко их нужно действительно привлечь увлечь да конечно я когда приходила даже пришла в школу первый год работ я прекрасно понимала что для всех истории представляется как скучно не интересный предмет никому не когда-то когда-то давно было не с нами зачем все это изучать поэтому я всегда пытаюсь и стараюсь на своих уроках при помощи возможно каких-то интересных фактов раскрасить урок при помощи игры деловой игры вот мы скоро с ребятами играть в деловые игру как под названием суды и будем проводить самостоятельные судебные процессы надеюсь не тридцать седьмого года нет нет все современно конечно же то есть конечно обязательно нужно окрашивать урок различными методами методиками обязательно иначе конечно все будет скучно не будет скучно но тут очень много зависит от вас и вот арина скажите пожалуйста я так понимаю что в кадетской школе это вот единственный до такой класс или еще есть нет у нас а 10 класс еще у нас есть параллельно я не мне виду там уже другая сада то есть какая-то конкуренция между десятыми классами существует знаете я бы так не сказала потому что у нас разные профили у параллельного класса направления физика математика а у нас направление история общества знаний английский и скорее мы пытаемся как-то помочь друг другу не сказать по предметам в которых мы разбираемся но нет конкуренции мы не ощущаем ну вот вы же прекрасно понимаете что я не зря сказал да юридическое такое направление вот часто в этой студии у нас бывают депутаты чиновники самые самые разные люди и главная задача помочь человеку до разобраться когда он сталкивается с какими-то проблемами я так понимаю что и история знания того что было как происходило общество знания то есть вот это некая даже социальная составляющая того общества в котором мы живем до очень важный такой момент и ваша профессия будущее уж я не знаю но она где-то рядом с вашим кителем вот она настолько востребована сегодня потому что люди эти более век онлайн до технологии люди нуждаются в защите нуждаются в какой-то опеке какой степени ваша преподаватель ваша учительница ваша защитница слона юрьевна я сейчас все честно расскажу давай всю правду выкладываете ну на самом деле слона юрьевна была наверное первым человеком которая привела мне смогла привить любовь к социальным наукам вот к истории к обществу знанию так что ну если обобщать этот человек сделал огромный вклад в мое нахождение себя в этом мире вообще ну хотя бы на начальных стадиях на самореализации хотя бы на понятие о том чем я хочу в дальнейшем заниматься и слона юрьевна сыграла огромную роль помогла полюбить предметы нелегкие предметы саня поделитесь секретом потому что миллион людей у которых мы называем наставник да это учитель это педагог на это тренер то которым очень трудно но влюбить в свой предмет как в чем тайна в очень интересно сложный вопрос не было такого на конкурсе вопроса мне тайны всем тайна мне кажется просто нужно быть честным потому что первыми играть не играть да ни в коем случае и действительно налаживать со своими учениками партнерские отношения и обязательно вести диалог конечно да можно представить картины да у многих таких были учителя что мое мнение главное да вы все ничего не знаете вы еще какой у вас там опыт да у меня нет такого я люблю поспрашивать узнать какое у них мнение когда же когда мы пишем какую-нибудь работу где нужно написать там свою точку зрения я всегда ее принимаю даже если они сходятся с моей точкой зрения вот потому что мне нужно чтобы это были они не боялись не боялись это были всесторонне развитые гармоничные личности то есть я хочу чтобы они стали действительно личностями настоящими что не было свое я свое мнение тем более в нашем среднем обществе без своего мнения невозможно жить ну да или например очень плохо когда что-то чужое мнение подхватывание служишь ему да бездумно я конечно же во второй части если позволите мы расскажем как проходил весь конкурс но я не могу арена просто у нас исчезнет после первого тайма во втором уже появится ваша коллега вот этот китель его как выдают он как-то входит или это обязательно или это парадная одежда что это за форма так это обязательный атрибут парадной одежды кадетской школе кадетских корпусах его можно получить как в школе взять в аренду например можно купить все нашивки точно также в свободном доступе каша это кадетская школа кадетская школа а скажите кадетская школа поможет вам если вы будете ну и вашем лице да потому что мы же рассматриваем все таки некий такой военизированно до правоохранительное направление а поможет при поступлении например военный кому-то вуз или вуз вот там полицейский вуз министерство внутренних дел это будет дополнительным таким плюсом я думаю что да поможет как в плане престижа того что ты уже подготовлен тебя уже обучали в такой стезе и в плане моральном потому что ты будешь знать хотя бы примерно что будет происходить в твое дальнейшее обучение жизни работе поможет то есть вы готовы например у нас есть люди которые никогда не читали конституцию российской федерации потом очень удивляется говорят что интересная книга да вот то есть вы ее вполне можете уже прочесть и знаете да какие-то постулаты потому что это же наш основной закон я просто про общество знания я помню наше время очень тяжело это давалось потому что конституция одно а в жизни как немножко по-другому все было но вернемся к предмету история сегодня вокруг нее тоже много идет всевозможных споров и так далее и опять же как правильно историю преподносить нашим замечательным десятиклассникам которые мне кажется думают обо всем кроме истории вы знаете наверно не соглашусь мне возможно повезло с моим классом действительно потому что им интересно они всегда увлечены в процесс мы с ними разговариваем они задают мне вопросы какие которые их интересуют там связано пусть той же самой великой отечественной войной либо там с февральской революции они интересуются у меня класс интересующихся ребят то есть они не отмалчиваются хорошо а зачем им это а как же до любимым фраза нужно знать историю знать прошлое иначе мы не сможем построить хорошие настоящее настоящее не сможем жить в будущем и сможем да и не сможем то есть они уже отличаются февральскую революцию от октябрь конечно да а вот октябрьская революция это вопрос карине то все-таки революция ли переворот какое было первоначальное название знаете я как человек старающийся изучать историю скорее бы сказала что это была революция потому что произошел переход от одного политического режима другому произошла смена власти у людей полностью перевернулась сознание как политическая так и моральная и нельзя сказать что это реформа это было радикальное действие как можно радикальное действие назвать реформой понятно ну вот видите мы сразу проверили а даже как-то так подумал что я уже говорю с готовым историком и по дискутируем даже важно же еще вы позволяете дискуссии обязательно суждать потому что история все-таки иногда там есть но во первых же историк не один историков тоже много и мнению историков огромное множество и ученых историков очень много поэтому тут надо каждое мнение рассмотреть и их этому и учу что вы рассматриваете несколько мнений складывайте свое что вам ближе в чему вы больше верите доверяете ли за самое интересное что многие вопросы и может быть и предстоит еще дать ответ на эти вопросы спасибо большое мы сам юрина остается с нами потому что мы ее бравом подвиги о бравом походе в конкурсе педагог года расскажем о второй части арену арсентьеву мы отпускаем на ее место придет другая ваша коллега сделаем большую паузу напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях победитель номинации учитель года муниципального конкурса педагог года человек который идет дальше в областном конкурсе будет участвовать который в апреле должен состояться это учитель истории общества знания кадетской школы городского круголюберца светлана юрина панфилова мы ее же представляли вам а впервые вы видите алину асатриан это тоже учащийся кадетской школы 10 класса и как мы выяснили в перерыве у нее кителя нет то есть она такой мирный человек да вот тогда у меня сразу возникает вопрос там оказывается кто-то может принять присягу а кто-то может не как это вообще происходит но у нас школа общеобразовательные с кадетским уклоном то есть у нас есть класс как кадетский так и общеобразовательный соответственно и в пятом классе мы формируем кадетские классы и в декабре не принимают присягут из 5 по 11 класс кто остается у нас до до конца они будут играть с кадетами вот алина ко мне так сказать перешла в класс уже из девятого общеобразовательного 10 класс понят я не только полгода класс и раз она не принимала присягу то может вести себя еще о присяге а присяга такому чему приезжают по цену военные бои наши маленькие пятиклассники принимают присягу по полной программе читают рапорт что они что они являются кадетом будем служить я помню что в таком маленьком возрасте мы только пионерскую давали клетку вот считайте наверное что-то схожее да 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 но да все пытаются немножечко как тоже есть уже я почему бы не использовать хорошо алина каким образом вы я так понимаю тоже являетесь таким поддерживающая сторона нашей победительницы а что вы для этого делали вы ученой пятерки стали учиться что или вы и так учились я и так училась но конечно поддержка в первую очередь моральная потому что это конечно очень сложно все эти месяцы это огромная работа на самом деле многие даже не представляют насколько это трудно было это ежедневный труд и конечно моральная поддержка самого начала мы даже и не сомневались я даже говорила что если не что-то хотя я уверена что все получилось но все же вы для нас все равно самое лучшее и конечно все для нас любом случае будете победителем конечно конечно безусловно мне сейчас даже напомнила наши олимпийские игры все эти страсти которые давайте мы перейдем все таки теперь к некому пересказу когда стартовал конкурс муниципальные ноябре в ноябре то есть о это самый такой период там новый год все идут отдыхать а у вас самая работа я так понимаю там несколько этапов было это этап и они все требовали от вас не только вашего участия но и детей ну так скажем я принимала точнее участвовать все точнее все эти три этапа проходили в другой школе на базе другой школы в 16 школе интерес то есть там я проводила с чужими мне незнакомыми ребятами урок класса так это было на меня просто так сказать дома в моей родной школе была поддержка в виде моего класса и тех ребят кого я еще тоже также обучаю ну и конечно всего коллектива в целом а колоссаль работа всех а к вам кто-то другой приходил что ли в это время тоже зато я думал что меня нет 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 а вот сайт такой вопрос сейчас провокационный алина если бы к вам пришла какая-то учительница ну наверное шим объявили что вы участвуете в проекте но конечно да чужой школе вот представьте вам к вам приходит какая-то учительница который участвует в проекте вы бы как ее завалили были помогли бы наш по-разному есть нет просто что помогать либо заваливается все мы же знали что святом юрьевна лучше и я не о том говорю я говорю просто хорошо тогда вот у вас честно же все за те ребята как они вам помогали которые вас не знали меня прекрасно не встретили мне удалось с ними до начала урока то есть я же пришла и сразу моменте с ними познакомилась их вообще не знала и мне удалось пока жюри переходил из одного кубе другой я метам было пару минут чтобы с ними познакомиться я с ним просто поговорила пообщалась узнала кто они чем они интересуются я давала на шестом классе урок это были очень отзывчивые приятные ребята для история была какой какой тема а тема была влияние золотой орды на русь как сильно повлияло алина история больше или общество знания что вам общество знания да а что же сознание нравится ой наверное экономика эконом а то есть вы будете экономистом да может главой банка россии которого все всегда ждут каких-то да кстати вы можете стать человеком от которого будет зависеть не только наши зарплаты но там курсы валют и так далее вам нравится то есть вы так очень скульпулезно этим занимается а что в экономике интересно на самом деле я больше интересуюсь инвестициями хотите свое дело от к стать богатой богатой невесты вот просто даже сравнивая с моим временем когда вот этот предмет он тоже был но мне кажется что он совсем был другим по-другому преподносился и так далее вот сегодня когда ребенок тянется к чему-то в данном случае должна даже ни в коем случае не загубить эту историю не отвернуться и даже если какие-то сложные вопросы она приходится много чего-то читать и во время подготовки к подготовке конкурсу тоже как раз этот мир нужно было что-то вспомнить какие-то азы еще из института при связано с методикой до чтобы красиво показать достойно показать провести урок и классный час с ребятами и потом дальнейшем еще мастер-класс конечно это нужно было к истокам обратиться вот а так знаете очень люблю фразу нашего не нашего советского вождя ленина учиться и учиться еще раз учиться учитель тоже тоже постоянно учиться что-то узнавать новое менять свою методику совершенствоваться да это касается любой профессии я думаю согласитесь вы расскажите мне когда вы в школу пришли вы можем раскрыть эту тайну в каком году 2017 2017 году то есть а у вас юбилей в этом году можно сказать что до 5 лет но вы же понимаете что впереди огромное количество лет работы сколько людей пройдет через вас что вы хотите чтобы в них обязательно было в будущих моих учениках доктор не в будущих а которые выпускаются скажем да с каждым с кем вы были они же все разные абсолютно все разные но что хочу чтобы действительно стали кем они хотели чтобы они отстаивали свое мнение свою точку зрения чтобы они были честными людьми конечно образованными грамотными чтобы обязательно они добились того чего то не захотят алина это возможно я понимаю что учителю перечить нельзя вот в данном случае да 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 вот скажите сегодня много мы слышим и в средствах массовой информации да про всякие буллинги и прочие неприятные вещи я опять же вспоминаю что это по моему было всегда в том или ином варианте и так далее вот как у вас вообще класс живет сегодня что вообще для вас учеба учителя я понимаю что конечно по телевидению сейчас не можем сказать о каких-то серьезных проблемах но судя по даже как вы говорите совсем в десятом классе не все так говорят у вас что там какая-то золотая что ли школа нет на самом деле это все исходит первую очередь от учителей я считаю потому что когда он заходит ученики сразу чувствуют настроение атмосферу и следовательно все от учителя зависит даже когда не хочется учиться учитель да если он если учитель заходит с хорошим настроением с с целью обучить чему-то новому но сейчас иногда может зайти с плохим настроением да но такое тоже может вас вырубить это настолько даже мы приходим на помощь если что мы поддерживаем скажите страны юрина конкуренты коллеги как проходила борьба как это выстраивалось могу сказать что прям борьбы я не было мы познакомились со многими конкурсантами за неделю наверно до самих этапов у нас были еще курсы которые мы проходили мы достаточно сблизились даже другу чем-то помогали то есть прям борьбы как знаете участники ских играх да у нас такого человека насколько я не изменяет память 19 человек то есть ну в принципе да конкурсантов было много действительно наверное должна была быть прям борьба но никто никому так сказать все конспекты не рвалы и туфли не и стекло в куанта ничего такого не вы так как чувствовали что победители вы просто занимались делом я просто занималась делом у меня была поставлена задача чтобы достойно красиво представить свою школу в первую очередь показать себя на что я способна просто делала свое дело то что я делаю у себя в кадетской школе я тоже самое делал на конкурс а были какие-то особенности подготовить какое-то там выступление презентацию да нет все в принципе то же самое опять же повторюсь что я делаю на уроках детства ограничение по времени если у меня в обычной жизни 45 минут урок то там был урок 25 минут или даже 30 минут а вот что-то вроде этого временные рамки не более того алина и провокационный вопрос на него можно ответить очень легко да не переживайте ну не бываешь на так чтобы всех учителей любили или например кто-то кому-то больше нравится этот учитель кому-то меньше нравится и так далее но тем не менее вам подбор кадров как вот вы же пользователь этого ресурса под названием кадетская школа да вам нравится как там построена да да я довольна да то есть нету такое ощущение что вы уже можете сравнивать наверно вас есть какие-то друзья в других школах тем более что как мы выяснили вы проходили по принципу сначала общеобразовательному да теперь мы влились вот в это может быть еще и присягу вас может быть еще доставить я вам за я хочу будет белый китер они чтобы вы пожелали всем тем ребятам которые вот потихонечку постепенно придут потом с вами юрьевне они что же будут ваши это же ваши дети все фактически да иной я бы хотел сказать что если у них есть какие-то трудности может с учителями просто нужно опять же не забывать что он тоже человек учитель может быть у него собственные проблемы и он как бы не всегда обязан понимать может быть и случается так что кто-то ошибается или просто какая-то неудача просто понимать всех принимать стараться принимать и если что потом за это награда светлана юрьевна понятно но вы-то будете после того школу закончится скоро будьте ее вспомнить а то некоторые салли вылетит из каждого займите про прозвище не спрашиваю потому что это очень личный вопрос но вот наверно знаете как как называют обычно либо там получится у учителя до либо по профессии но иногда правда могут и припечатать какие вот тем более что сейчас конфликты же бывают бывает вот как вы решаете разговором мирными переговорами то есть вы идете на переговоре а как конечно можно как-то в грубой форме до высказать накричать но кому это нужно и за первых свои нервы тратить портить отношения с ребятами или там с коллегами ни в коем случае только разговор только разговор дипломатии ну что завершается наша программа мы хотим еще раз поздравить вас с этим праве кстати там как чтоб премия или медаль или какой-то вымпел али пеликана такую статуэтку большую да на ней описано педагог года 2022 как-то отметили в классе пока еще нет фотографию сделала еще обязательно потом праздники все пройдут и 23 февраля 8 но мы ждем что вас класса большой все таки больше 20 человек вы сейчас будете в областном участвовать вот выигрываете там и приходите опять спасибо вам огромное учитель истории и общество знания к детской школы славина панфилова которая стала победителем муниципального конкурса педагог года в номинации учитель года теперь на областные соревнования можем так уже готовиться готовимся да и алина сатриан учащиеся кадетской школы 10 класса а в первой части напомню нас было арина арсентьева тоже учащиеся этой школы вам хорошего 23 февраля 8 марта всех последующих праздников ну а мы с вами прощаемся это была программа открытый диалог с вами был николай пивенко до свидания